Друзья, приветствую вас! Это третья часть видео по доработке мотора. Мотор 1.9, 120 лошадиных сил. Если вы не смотрели первые две части, ссылочки будут в описании под видео или в первом закрепленном комментарии. После второй части видео в комментариях мне пишут Виталян, ну что там с мотором? Угробил, не угробил? Лучше, не лучше? В конце второй части видео я говорил, что после сборки мотора нужно будет прошить. Так как у прошивки были сложности и не каждый брался прошить мотор. Потому что у нас, во-первых, Волга форсунки стоят, моторы 1.9, делали портинг головы. Не каждый, напомню, в Оренбурге у нас взялся прошить мне мотор. Обратился я к Дмитрию, который занимается у нас в Оренбурге индивидуальными прошивками. Не просто готовые заливаются, а снимают электронный блок управления, смотрят параметры. Я приехал в студию выхлопа, мы сняли форсунки, установили Волга форсунки и попытались на родной прошивке запустить двигатель. Но, к сожалению, двигатель у нас не запустился и не стал с Волга форсунками работать. После того, как Дмитрий подкорректировал мне Бошевский электронный блок управления, мы поставили и поехали пробовать. Что получилось, смотрите. Ресиверы я снял, в принципе, здесь несложно. Сейчас мы с вами дошли до форсунок. Сейчас сниму форсунки, поставим новые, прошивка уже залита и, в принципе, должно у нас уже все работать. Все, рампу с форсунками вытащили, берем новые и идем устанавливать. Вот новые форсунки, 107. Вот заводская стоит форсунка, мы только сейчас сняли. Новые форсунки всегда саленькие, вот эти резиночки надо смазывать, чтобы в рампу они легко зашли, не повредить резинку. Первый пуск, зажигание. Вроде работает. Ну что, поедем прокатнемся, посмотрим. Вроде все затянули. Когда мы прошивку залили и на старых форсунках заводилось, в принципе, двигатель работал с очень сильными перебоями. Сейчас работает, как вот изначально у Васи я забрал. Ну что, посмотрим, в чем разница. Вот прям выключать не буду, буквально прям первых 200 метров. Блин, а легче поехало, однозначно легче поехало. Третье. Но самое главное ей, то, что программу прописали. Ладно, сейчас неудобно снимать. Давайте на этом видео пока поставим на паузу. Дальнейшие тесты уже впереди. Покатаюсь, надо для себя понять, как двигатель едет. На данный момент я почувствовал, что автомобиль как бы полегче поехал. После первого заезда была очень сильная детонация. Я встретился с Дмитрием и совместно с ним прокатнулись. Он говорит, да, надо углы убавлять. Сняли электронный блок управления. Опять подкорректировали. И до сих пор, вот уже сколько месяц, примерно около 2000 километров, я обкатываю двигатель. Итак, сегодня мы выезжаем. Песчаный карьер. Будут у нас стоковые невасы. В принципе, по нашим правилам, что мы никто не травимся по песку, чтобы были одинаковые условия. Едем в карьер. Вам приятного просмотра. Что получилось с двигателем 1.9, 120. Первое упражнение. От конуса заезжаем в песчаную горку. Максим, про машину. Гражданская версия, как завод. Так, шины, шины у нас, напомню. А 16-е. Так, и мы решили, чтобы были у всех равные условия, никто не травится. Правильно? У всех двоечка. С первой на понижайке. Да, с первой, вторая понижайка не заблокировали. Не заблокировали. Поехали. Первая пониженная. Ну и закопался. Напомню, ребята, мы решили не травиться. Никто пока не травленный. У всех две атмосферы. Уже понял. В отсечку первая пониженная и переключаемся на вторую. Вторая уже, надо вторую. Но нет, не потянет, не потянет. Все понятно. Это легендарный Дастер Алексей 1.6 на новых шинах КАМА-МТ. Ну, Дастер 1.6 уже много раз участвовал. От конуса. Пробуем, поехали. Здесь у нас получается наглядно видно, как работает двигатель. Насколько ему хватает вытащить ваш автомобиль. Для этого мы и приехали попробовать мой автомобиль. Напомню, двигатель я сделал 1.9 примерно от 100 до 120 лошадиных сил. Вторая попытка без ESP. Погнали. Как видите, первая тренировочная горочка. Показывается, как у нас коварно. Участник Subaru. Шина у нас летняя. Правильно, летняя же у тебя шина? Да, летняя. Летняя давление двоечку. Про машину. Subaru Forstor 2.5, 171 лошадь, без блокировок. Все. Как поедем сейчас сразу? На первый. На покупок. Вот Subaru. Мощность двигателя позволяет. Но, как видите, первая попытка неудачная. Вторая попытка. У него автомат, я так понял, да, Алексей? Переключает, походу. Ну да, есть такое. Нива Тревел. Шина 205 у тебя? 205-е, давление двоечка. Про машину. Новая машина, 6000 пробега. Едем как сразу? Ну... Со второй пониженной ты не сможешь тронуть? Со второй я боюсь, да. С первой пониженной. Первая? Пониженная. Газ в пол. Да, да. Вторая. Меж всего сейчас блокируешь? Нет, пока не будем. Сейчас попробуем. Две попытки. Первая. На второй переключился. 83 лошадиных силы закончились. Попробуй, что чисто на первой пониженной и заблокированной. Давай, поехали. Он как-то набирает, слабовато у него. Хорошо. Отлично, молодец. Стоковый не вас. Новый. Так, у нас трехдверочка на сафарях. Шина у нас нетравленная. Нет, нет, нет. Так, здесь у нас карбюратор. 1,6. 1,6. Занижения никакого нету? Нет, только самоблок. Сзади самоблок. Две попытки. Пробуем. Зацеп бешеный. Шины огромные. Но мотор у нас не хватило. Все, не хватило. Не хватает мотора. Первый пониженный. У него сафари большие. Следующий участник. Шеви Нивы. Шина двоечка. Лето. Про машину. Обычную машину. Стоковая? Да. Все в стоке. Как планируешь поехать? Первая пониженная, заблокирована и газ сразу в пол. Две попытки. Ребята, у нас новые участники. Залезет. Красава. Итак, ребята, пробуем. Наш новый мотор. Мы сделали 1,9. Примерно от 100 до 120 л.с. Условия всех равные. Колеса ни у кого не травлены. По две атмосферы. Со второй пониженной. Пробуем натяг. Первая пониженная. Без оборотов. Безусловие заблокировано. Груженый автомобиль. Сзади у него 200 кг песка. Сделано было специально, чтобы в горочке подниматься. Чтобы задний привод лучше цеплял. Правильно? Правильно. Ну вот и все. Нашевики услышали хлопок. И у нас лопнул расширительный бачок. Да? Даже в рифму, да? Чуть-чуть. Ребята, самая лютая горка, которая у нас есть. Покажи. Это песчаный подъем. Это песчаный подъем. Высотой, наверное, метров 50. Очень сложно. И самое главное, опасно. Сейчас мы пробуем. Между всего и блокируем. Вторая пониженная. Напомню. Занижение в раздатке 307. Колеса 225. 70-16. И новый собранный мотор. Посмотрим. Желающих пока зоехать куда нет. Поехали. Субарик заехать на самую крутую горочку. Так как здесь автомат, решили ехать в ручном режиме. Вторая. Трогаемся. Здесь есть возможность буквально 10 метров под спуск, разогнаться и дальше ехать. Вторая. И с возможностью переключения на первую. Тут надо сразу газ в пол давить. Ей, спешку отключил? Отключил. Ну давай, пробуем, смотрим. За попытку, конечно, огонь. Первую включай. Да, здесь надо переключаться. 170 лошадей. Мотор 2,5. Давление у всех двоечка в шинах. Вторая попытка. Первая. Газ в пол нажал и не отпускаем. Пробуем. Опа, интереснее. Нет, видишь, у него диагоналку он ловит и все. Зарывается. Прямо тут. До верха еще прилично. Далее фору 10 метров. Чтобы смог раскрутить мотор. Все, встал. Вот там все, да. Там зацепы, там опять... Вот здесь самое главное, грамотно спуститься. Потому что машину выставляют боком, есть возможность перевернуться. Главное не тормозить. Главное не тормозить рывками. Отпускай тормоза. Очень опасно, очень опасно, ребят. Особенно, когда сидишь пилотом, очень страшно. Ну, молодцы, молодцы. За попытку пятерочка. Дастер на МТ. Поехали. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, отлично. А дальше он зароется. На МТ. Очень тяжело. Да, вот он установил МТ шины. Зацеп хороший. Но теперь прям заметно, что не хватает мотора. Дастеру даем фору. 10 метров. Поехали. Чтобы набрать инерсию. Аж свистит резинка. Все, нет, не получится. Не хватает мотора, не хватает. Да. Так, Нива Тревел. Со второй пониженной трогаешься. Заблокированный. Нересевой заблокированный. Как только скорость теряешь, первая пониженная, и газ не отпускаешь. Машина не прошита, вся в стоке. Пробуем. Тяжело. Уже надо первую. Первую надо. Все, потерял. Сейчас первая пониженная. Газ нажал и держишь. И не отпускаешь. Не отпускай, не отпускай. Не отпускай, не отпускай. Да, вот видите ли, машина боком пошла. И есть возможность, что, ну, короче, кувыркнуться. Фора. 10 метров. Погнали. Первая пониженная, не отпускаем. Со второй не поедет. А, он со второй поехал. Первую. Первую. Во, но поздно. Но поздно. Но поздно. Вот так вот. Карабкался, карабкался и заехал. Молодец. Заехал, да? Ну, а как тебе? Ну, вообще ощущения? Да, отлично. На подъеме есть какой-то мандраж? Там этого не ощущаешь. Ты когда сидишь, там так не видно. А потом, потом уже. Ты просто. Камера выключила, не заехала. Ну, это не надо было записывать. Шеви Нива. Первая пониженная, межцевой заблокированный. Поехали. Газ не отпускаем. Все. Да и первая пониженная. Ему надо вот эту перепрыгивать. С метров в фуру от конуса. Поехали. Вот он, конус. Поехали. Как видите, не каждому автомобилю удается покорить эти наши вершины. Песочные, песчаные карьеры. Не каждый двигатель вывозит. Хотя Ниву, в принципе, все одинаковые. Сейчас попробую назад. Давай, бери больше. Пробуй, пробуй. Двигатели все, в принципе, 80-83 лошадиных силы стандартные. У кого-то прошитые. У кого-то отсечка есть. О, ну нет, нет, нет. Все. Третье упражнение. Поднимаемся. Поворот лево и подъем. Первый у нас пробует Дастер на МТ. И поворот налево пошел. Здесь подъемчик. Скажу по-честному, пока Алексей МТ не поставил, он эти горки приезжал легко. МТХ дает о себе знать. Как я сказал, зацеп хороший. Чтобы провернуть эти колеса, нужен более мощный мотор. Все, на спуск. Попытка два. Здесь нужно, конечно, мотор раскрутить. Молодец, затянул. Вторая пониженная. Не заезжаем, не заезжаем. Попытка два. Первая пониженная. Хорошо идем. Молодец. Хорошо зашел. Субару. Идет хорошо. Вот вы знаете, короткая него сюда заходит. Почему-то пятидверочка у меня вот в этом месте всегда вставала. Я еще не пробовал, как на этом моторе. Но в эту горку я ни разу не заезжал. Вторая попытка. Нет, наверное, нет. Не получается, не вытаскивает автомобиль. Шевер. Шевер. Молодец, молодец. Карбюратор на сафарях. Ну, нет, здесь уже не получится у него тронуться. Не получится. Попытка два. Да, жалко. Не хватило чуть-чуть. Однозначно. Если бы мы сейчас шины все островили, естественно, мы бы на эти подъемы заехали. Это уже проверено. Но условия у нас таковы, что у всех давление двоечка. Так, друзья, наша попытка. Будем пробовать как? Вторая пониженная. Межосевой у нас будет разблокированный. Поехали. Вторая пониженная. Бля, мотора хватает. Вообще за глаза. Я очень доволен этим мотором. Прям очень доволен, ребят. Если есть возможность, делайте. Человек с Нива Тревел решил попробовать. Поехали. Прям сразу топчи и поехали. Не, не, конечно. Дуло прям. Ты еще АКЗом играешь? Отпускаешь? Да, да. Ну, конечно. Что смысл ее дрочить-то, блин? Ну. Не, ну, конечно. Есть разница? Да, блин. Она прям крутится вообще. У Маяна. Может быть, прошивка, блин, конечно. Не, это вообще, конечно, танк. Интереснее, да? Тогда на Большую Горку заедешь? Не, Виталий. Ну, страшно же. Я заеду, блин. Ну, давай. Есть ли разница или нет, да? Между севой заблокирована Вторая пониженная Чувствуешь в конце как обороты, да? Ну она у тебя сразу берет, понимаешь? Вот здесь и низа, и верха появились Вот на этом моторе Чувствуется разница, конечно Она прям из-под себя копает Он раскручивается, по крайней мере Согласен, да? Да, однозначно Ну вот я просто хотел услышать мнение Но на трассе мы все равно попробуем Как гражданский автомобиль Это очень интересно будет Помню, у нас резина не травленная Это ночь сейчас без газа? Не, ну я чуть газую Ну нет, конечно, инерции не хватает Физику-то не обманешь Очень тяжелый подъем Не знаю, на камеру это передается Но... То, что, блин, она у тебя Нам прям на порядок мощнее Она чувствуется прям вообще Ну без разгона получилось Конечно, если бы резина была бы отравленная Было бы все намного-намного приятнее И безобидней Она чувствуется же мощнее Ну, как бы тут у тебя и занижение стоит Ну да, еще и занижение То есть в совокупности у нас получается Два самоблока установлено Перед, зад, в редукторах Занижение 3.07 И сейчас вот у нас новый мотор По мотору однозначно Ну вот мы выехали, ребята Однозначно едет намного интереснее Не запоявились Прямо с места давишь И оборота пошли Кто не смотрел По сборке автомобиля Перейдите В первое закрепленное сообщение И там будет ссылочка на то видео Мечта невоводна называется 120 лошадиных сил Первое пониженное Подъемчик Не знаю, вам будет виден тахометр, нет? Едем потихонечку На подъем Нам нужно разогнаться Нажимаю газ То есть На подъеме, где двигатель кажется Вот-вот-вот сдохнет Просто нажимаешь И мотор у вас вывозит Вот это даже не занижение Просто мотор Да, это уже мотор Это уже не занижение Пересели мы Niva Travel Между всего у нас заблокированный Да, здесь уже по-другому показывает Поприятнее Посадка, конечно, приятнее Ну и совершенно это другой Автомобиль по кузову Да, приятно Новый автомобиль Условия одинаковые Бересевой заблокированный Да? Нагаста Нажал на газ О, блин, она заглохла Ты чуть-чуть Да-да Сейчас, сейчас, секундочку Тогда больше даем оборотов Вот, едем Нагаста Полностью нажал Да она у тебя тоже херачит Смотри Нет, ну она Вот, видишь, ты чуть-чуть потерял И она уже не берет Она херачит Вопрос нет Но вот это вот Где грань, блин Когда-то уже поздно нажать Ну да, у меня Как бы даже, мне кажется На холостых едешь Нажимаешь И она прямо ее Крутит Сразу она у тебя пошла, блин О, она у тебя ограничитель Да Резинка Страшно, конечно На чужом автомобиле, да? Всегда Как мне страшно, блин Нет, если вот здесь Она там прыгает А вот здесь Вот сюда возьмем Вот, вот по правой Ну, вот как вот То ли накопали Не, ну это естественно Накопали С переключением на первую Вот ты как идешь Вот так идти Хорошо пошла, хорошо Ох, ох Ну Она нормально Красотка Красоточка Единственное Вот видишь Ты всегда Вот почему ты говоришь Я играю газом Потому что Тут нет зацепа Я поэтому стараюсь Газом вот эту зацепу Именно поймать Нет, у каждого Свой стиль езды Это однозначно Кто-то подкидывает Кто-то не подкидывает Вот Но все равно Вот, пожалуйста Новый автомобиль Ну, едет Тут как бы надо Пацановиться, блин Да поедет она Что она не поедет И вот вопрос А стоит ли столько бабок Вкладывать в машину Мне, конечно Интересно просто Что получится С тем или иным конфигом Хотя, в принципе Уже и так Понятно И все знают Уже Все это проходили Что будет с этим автомобилем Но Каждый ошибается На своих ошибках Ну, я как бы ни разу Не пожалел Это интересно Во-первых Ковыряешься Что-то там делаешь Бухать не бухаем Вот Поэтому Вот такой стиль Или образ жизни Внедорожье Внедорожье Это очень и очень Интересно Опа Вторая Нет Атакандюра Включил, да? Сейчас Нет, нет, нет Вот она Видишь, чуть-чуть Не доходит А так она Все еще Я буду здесь Даже подбросить Все Чуть Пружина У тебя пружина Или вылетела Хода идут И пружина у тебя там Скачет Нет, отлично Отлично Автомобиль едет Отлично Нормально Получилось С мотором С самоблоками С шинами В принципе То, что она 225-я Широкая Да, дает зацеп Самоблоки Работают Но Вложений много Вот у нас Новый Абсолютно Автомобиль Нива 24-го года Мы покатались Я на его Он на мои покатался В принципе Покупая стоковый Автомобиль Немножко Делаем лифта Делаем прошивочку Ну Да Да Вот здесь Тем более Можно и пошире Немножко Поставить шина И все Автомобиля Достаточно Для любых Выездов Получается Но опять Смотри Если я где-то На каком-то пределе На первой В отсечку Фигачу То ты уже Более легче Это делаешь На второй Ну да Вот Вот тут тоже Здесь я Да Заметил Конечно Как я всегда говорил Что занижение Это обязательно И ты сам видишь Что на Вот мы конус Ставили Да Вам тяжело было С этого места Тронуться У меня это все Получалось За счет занижения Намного легче Ну и за счет Того что мотор По мотору Интереснее у меня стало Интереснее Интереснее Снизу сразу Прям берет Вот Ну как вот Хотел Газ И он сразу Выдает Тебя Здесь возможно Опять за счет того Что занижение Ему легче Может быть Да Вот Ну не Ну то что в общем Картина Однозначно Она прям Да В совокупности Автомобиль Получился Интересно На трассе Обязательно В гражданской версии Мы проверим С места Просто возьмем Да Да Сделаем Чтобы нам понять Как это Хорошо Договорились Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok